А теперь, друзья Перенесемся из времени и на тот кусочек земли, сохранившийся нам после столетий всевозможных катаклизмов, пройдемся по небольшому пляжу на высоком берегу, где археологи раскопали, мол, древний мир Мики, или, если более точно, мир Микион, развалины этого древнего города. Мы можем увидеть, хотя довольно-таки сложно, так как новодельные составленные конструкции археологами весьма и весьма не очень нас впечатляют и даже вызывают некоторые недоумения. Но все равно, вот мы идем по этой земле и по этим развалинам. А вот именно тут считается, по некоторым, как мы уже приводили сведениям, родился легендарный Ахиллес Ахилл. Конечно, это одна из версий, но мы помним знаменитая пушкинская пророческая «К чему холодные сомнения?» «Я верю, здесь был грозный храм». Это можно вообще поставить эпиграфом ко всяким размышлениям, касающимся нашего древнего Боспора. Конечно, все знают, кто такой Ахилл. Он был сыном царя Мармидониан Муравьев. Кстати, мир Микион – это тоже из того же поля названия. Он – царя Мармидониан Пелея, о котором и морской богине Фетиде, о котором легенду мы и позже расскажем. Вы уже ее узнаете тут совершенно в иной версии, в нашей версии, но опирающейся на некоторые факты и размышления, почерпнутое из, можно сказать, достоверных кругов. Ну, согласно одной из преданий, Фетиде, желая сделать своего сына бессмертным, погрузило его в воды Стикса. Это – в воды нашей северопричерноморской кумены. Он не протекал тут. Или по другому варианту – в огонь. Так что одна лишь пята, за которую она его держала, осталась уязвимой. Отсюда и поныне употребляемое выражение «хиллесова пята» для обозначения слабого места. В детстве герой будущей Троянской войны носил имя Перисий, ледяной. Но когда огонь обжег его губы, его назвали «ахилл» без губы. О том, как это протекало, мы уже расскажем именно во всех событиях, связывающих брак. Женитьбу пилея на нимфе Фетиде. Конечно, вот наиболее он прославился своими подвигами в Троянской войне, которую описал знаменитый поэт Ивамер. Его гнев на Агамем, на натнявшего у него пленницу Бресииду и отказ от дальнейшей участия в осаде Троя. Безраничное горе произвести от гибели его друга Патракла от руки Гектора. И его победа над Гектором составляет, в общем-то, главную тему этой знаменитой поэмы «Элиады». Одержав победу над царем Мемноном и царицей Амазонок Пенфеселей, Ахилл сам был убит Парисом, именно в ту свою злосчастную пету, за которую держала его нимфа, нимфида Фетиде, окуная в воды стикса. Что еще известно о официальном Ахилле? Эллины возлигли ему мавзолей на берегу Гелеспонта, давнее название пролива Дарданелла, и здесь же они, чтобы умиротворить тень героя, принесли ему в жертву красавицу Полексену. Но уже в Эфиопиде, это один из эпосов эпического цикла, Повествует, что Фетиде увела своего сына с горящего костра и перенесла его на остров Левка, нынче известный как остров Змеиный в Черном море, где он продолжает жить в обществе других, обогатворенных героев и героинь. Остров этот служил центром культа Ахилла, как и курган, который высится на Сегейском холме перед Троей, и до сих пор слывет гробница Ахилла, храмы ему, его имелись в Элладе, в Спарте и в других местах, а в устье Днепра есть острова Тендра и Джарлгач, которые раньше называли Ахиллов Бех. Порой проскакивает, ну так, скорее для шутки, если так можно сказать о трупе, погребенном в земле. Мы тут этот приведем факт. В одном из раскопок, так называемые, ученые выдали очередную сенсацию. В ней копали и раскопали могилу Ахилла, копая выгребную яму во дворе частного дома на окраине города. Рабочие наткнулись на какие-то кости. Ученые установили, что это захоронение эпохи Скифа, в котором более двух тысяч лет, в пяточной кости одного из скелетов был найден застрявший наконечник бронзовой стрелы. Этого достаточно, казалось, чтобы сотворить сенсацию. Сейчас Ахиллесова пята хранится в фондах Никопольского государственного краеведческого музея. Ну что ж, возможно, в конце концов, это уникальное событие, и, возможно, реально такое событие произошло. И когда погиб какой-то выдающийся воин, о котором говорили, что он заговоренный, что его не может победить ни копье, ни меч, ни стрела противника, и тут вот случается такое несчастье, то легенда ширится, множится и распространяется по всему миру. Если еще дальше копать, то мы можем найти также известие, перекликающееся с комментариями из Тафи к землеписанию Деонисия Перигетта 306 года, небыто, где говорится об Ахилле, Скифском царе, и где оно, это известие, позволяет не только предполагать местные черты в образе Ахилла на Босфоре, но и утверждать связь названия Мир Микия с племенем Мир Миданян, а муравьиных людей, предводителем которых и был Ахилл, упоминается его накидка, скрепленная на манер кочевников фибулой, привычка сражаться пешим, белокурые волосы, светло-синие глаза. Наверное, именно поэтому и выбрали известного Брэда Пита на исполнение роли Ахилла в фильме о Трои. Официальная же наука считает, что Ахилл вышел из весолийского города Фтия на северо-востоке Греции. Российские краеведы высказывали, однако, гипотезу, что Ахилл из тех, мол, эллинов, которые жили в Причерноморье еще до их переселения в Грецию через Фракию через 4000 лет назад, и лишь потом они стали заново заселять землю предков, которую поэтами назвали вот так Великой Грецией, основой колонии, возможно, на месте своих древних городов. В общем-то, еще можно найти подтверждение связи с культурами Северного Причерноморья, если изучать так называемые оружие и доспехи его Ахилла. Известно, что сражаться пешим обычай не только эллинов. Но, конечно, и у Скифа он не совсем, однако. Но тут же говорят, что он не Скиф, а просто житель скифских мест. Но все это неправильное объяснение, потому что и скифы, и это видно на изображениях, влюбили и в сражаться, и в пешем строю тоже. Ну и, естественно, можно пару слов сказать и о доспехах, которых употреблял Ахилл и вообще воины его покроя. Это даже не удивляет, что он скорее похож на так называемого катафрактария, знаменитого воина древности, закованного его броню. Образ рыцаря он был полностью в броне, в отличие от других эллинов. Это в какой-то мере объясняет и миф об Ахиллесовой пете. Пятки были едва ли не единственным открытым местом у катафрактариев, что могло войти в некую поговорку даже. К тому же Гомер описывает, что Патракла, облаченного в доспехе Ахилла, приняли за самого Ахилла, значит, открытых мест в броне не было. Такие доспехи ковались для конных воинов и железа, которое дешевле бронзы. Есть версия, что хеты переняли секрет ковки железа на Кавказе у халибов. Ну а сам обычай сплошных доспехов перешел, так сказать, в Европу позднее от сарматов, наших далеких предков. Теперь о самом городишке небытовом, а по нашему району древней столицы. Мирмики – это один из самых также интересных памятников так называемого Босфорского царства. По Мирмики или по другим источникам Мирмидон можно перевести как Муравьины, возможно, из-за густонаселенности. О Муравьинном народе есть и древнегреческий миф, где Зевс превратился Мурая в полз полюбившуюся ему женщину Эври Медузу, и от этой связи народились Мирмидоняне, Муравьиный народ, народ Ахилла. Ну, селение о том, как оно возникло, уже есть определенная версия у современных археологов. Мы ее разбирать не будем, тем более, что мы уже рассматривали более-менее подробно это. Вы можете сами там побывать, вообразить, как могло быть на самом деле или как было. Единственное, что остается иногда, просто присесть и подумать, и вообразить возможную версию о том, как тут некогда. Малолетним ли юношей бродил знаменитый герой, или позднее в сражениях, правда, взять-то сам город по легенде ему не удалось, он погиб пред падением Трои. Ну, ладно, легенды легендами, но забывать об этом мы не будем никогда. Продолжение следует...